Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Альзятова Гузалия. Евгений Водолазкин. Популярный российский писатель, литератор. В свое время был учеником филолога Дмитрия Лихачева. Сейчас он работает в Институте русской литературы. Первый его роман «Соловьев и Лорионов» вышел в 2009 году. Через три года его лавр был опубликован тиражом 150 тысяч экземпляров. И о русском Умберто Эко заговорили все. Затем были две премии «Большая книга», сборники эссе и рассказы, перевод на английский, международная известность. Сегодня мы с вами поговорим о новом романе Евгения Водолазкина «Брисбен» номинанте премии «Большая книга 2019». Напомним, что данный роман является новинкой Книжного фонда Дворца книги. В романе автор продолжает история героев из предыдущих романов «Лавр и авиатор». Судьба их античная трагедия вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский – музыкант-виртуоз. Он знаменит, его приглашают выступать в Холл, и его имя называют в одном ряду с Миким Джаггером и Полом Маккартни. Но на пике слабые случается катастрофа, и болезнь не дает возможности ему выступать. Как жить, если его зрением, слухом, обаянием была музыка. И он ищет новый смысл жизни, новую точку опоры. И в этом ему помогают прошлое. Воспоминания об украинском детстве, о юности в Ленинграде и о настоящем в родном Киеве. 25.04.12. Париж, Петербург. Выступая в Парижской Олимпии, не могу сыграть тремоло. Точнее, играю, но не четко, не чисто, так, как это делают начинающие гитаристы, издающие глухое булькание вместо нот. Никто ничего не замечает, и Олимпия взрывается им овациями. Я и сам забываю о своей неудаче, но, задясь под крики поклонников в лимузин, ловлю себя на характерном движении пальцев. Правая рука, слон искупая допущенную ошибку, исполняет теперь уже ненужное тремоло. Пальцы двигаются с невероятной скоростью, касаются воображаемых струн. Так ножницы плейхмахера, оторвавшись на мгновенье от волос, продолжают встречи в воздух. Подъезжая к аэропорту имени Шарляда Голля, выстукиваю удачно сыгранную мелодию на стекле. Ничего сложного. А как я могу заткнуться на концерте? Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень, поворачивает голову и замирает. Узнал. Вы Глебьяновский? Киваю. Сергей Нестеров. Сосед протягивает руку. Писатель, увлекусь под седонином Нестор. Ляло, пожимаю руку Нестора. Вполухо его слушаю. Нестор, оказывается, возвращается с парижского книжного салона. Судя по запаху из его рта, на салоне были представлены не только книги. Да и у писателя не чеховский вид. Отопыренные уши, седловидные, с крупными ноздрями нос. Никакого пенсионера. Нестор вручает мне свою визитную карточку. Засовываю ее в бумажник и прикрываю глаза. Нестор мне, спящему. Мои вещи вам вряд ли известны. Только одна не открываю глаза. Поезд временных лет. Он улыбается. Что ж, это лучшее. Я, собственно, тоже пишу. Дневник не дневник. Так, если так делаю записи дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в аэропорту и потерял. Исписанные кириллицы листы. Кто их вернет? Да и нужно ли? Самолет вырулит на взлетную полосу, пристанавливается, но мотор тут же резко увеличивает обороты. Рычая, стрясая с терпением, машина в одно мгновение набирает скорость. Так ведет себя на охоте хищник. Дрожит, поводит хвостом. Не сразу вспоминаю, кто именно. Кто-то из семейства кошачьих. Какой-нибудь, допустим, гепард. Хороший образ. Охота на пространство, поделяющее Париж от Петербурга. Самолет рывается от земли. Наклонив крыло, совершает прощальный круг над Парижем. Чувствую, что начинаю засыпать. Просыпаюсь от тряски, сопровождаемое объявление о зоне турбулетности. Просьба ко всем пристегнуть ремни безопасности. А я только что отстегнул. Даже ремень на брюках ослабил, жмет. Подходит стюардессу с просьбой пристегнуться. Говоря, что не люблю ремни ни в машинах, ни в самолетах, ни для свободного человека приспособление. Девушка не верит, ведет себя в высшей степени кокетливо и на все мои доводы отвечает коротким «Вау!». Я искренне жаль, что такой замечательный артист летит непристегнутым. Прекращая беседу, демонстративно поворачиваюсь к Нестору. Спрашиваю, тяжело ли писать книги. Нестор спал пьяным сном. Бормочет, что не тяжелее, чем играть на гитаре. Стюардесса не выражает ни малейшего раздражения. Ясно, ведь звезда капризничает. Уж так им звездам положено. Грозит в шутку пальцем и уходит. Провожая его взглядом, Нестор неожиданно говорит. Сейчас вдруг подумал, я могу написать о вас книгу. Вы мне интересны. Спасибо. Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал. Обдумываю предложение минуту или две. Не знаю, что и ответить. Обо мне уже есть несколько книг. По-своему неплохие, но все как-то мимо. Понимания нет. Музыкального? Скорее человеческого. Я бы сказал так. Нет понимания того, что музыкальное пристекает из человеческого. Нестрочательно обдумывает сказанное. Вывод неожиданный. Я думаю, моя книга вам понравится. Алкогольный выдох и предложение верить. Становится смешно. В самом деле, почему? Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно. Есть немного. А с другой стороны, чего? Что скромничать, если хороший? Выстукиваю тремоло на подлоконнике кресла. Валяйте, пишите. Ритмичный стук напоминает мне, как 40 с лишним лет назад в Киеве выстукивал ритм Федора, мой отец. Проверяю музыкальный слух сына. Чем я начал для книги? Поворачиваюсь к Нестору и кратко информирую его о самом первом моем экзамене. Воспроизвожу даже предложенное тогда задание. Я с ним тогда не справился. Нестору улыбаюсь, стучит пальцем по подлокотнику. Он тоже проваливает экзамен. 1971. Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, поворачивая трамваи. Под ветку кротко звякало в буфете посуда. Потом Федор спел, что и попросил повторить. Мелодию повторить не удалось, только слова «па-па-па-па-па-па». Ни огни какие слова, не скажешь, что проникновенные. Ты запомнился они единственно потому, что напоминали слово «папа». Впрочем, Федор просил называть его по-украински тата. Мало кто в Киеве называл так своих отцов. С Глебом и женой Ириной Федор не жил уже несколько лет. Ирина от него ушла. Вернее, ушел-то как раз Федор, которого Ирина попросила покинуть их жилье в семейном общежитии. Будучи изгон, он снял комнату в другой части города и, имея диплом из училища, устроился преподавать в музыкальной школе скрипку. Некоторое время после развода пил, предпочитая дешевые изделия, вроде 10 старого портфейна или букета Молдавии. Крепких напитков не любил. Если уж пил водку, то, напомнив рюмку, делал это не сразу. Несколько раз подносил глазам ко рту. Несколько раз выдыхал, затем зажимал пальцами нос и вливал огненную воду в широко открытый рот. Бывшая жена считала это пьянство показным, поскольку протекала она преимущественно на виду у тех, кто мог Ирине о нем рассказать. В одном из редких разговоров с бывшим мужем такое поведение Ирина называла детским. Не переходя на русский, Федор возразил ей, что определение не поддерживает критики, поскольку дети, по его представлениям, не пьют. Логика была на его стороне, но вернуть Ирину это не помогло. Года три-четыре спустя, когда Федору стало окончательно ясно, что жена не вернется, пьянство прекратилось. Ирина позволяла отцу навещать Глеба, но радость от этих посещений не испытывала. Строго говоря, не испытывал их и сам Глеб. Взяв мальчика на прогулку, Федор по большей части молчал или читал наизусть стихи, что для Глеба в каком-то смысле было хуже молчание. Порой, когда в конце прогулки Глеб уставал, Федор брал его на руки, и глаза оказывались тогда на одном уровне, и сын рассматривал отца немигающим детским взглядом. Под этим взглядом в кариях глазах Федора появлялись слезы. Одна с другой они скатывались по щекам и навеки исчезали в пышных усах. Несмотря на очевидную трезвость в начале прогулки, к концу ее Федора, не понести живым образом, оказывался на веселе. Сидя на руках у отца, Глеб различал запах дешевого вина. С тем запахом памяти мальчика прочно соединились отцовские слезы. Может быть, они и в самом деле так пахли. Кто изучал запах слез? Когда без пяти минут первоклассник Глеб заявил о своем желании учиться на играть на гитаре, Ирина сама привела его к Федору. Сидела в углу и молча следила за тем, как, повторяя напетый отцом, Глеб не попадал в тональность. Глеб! Федор налил себе полстакана вина и выпил в три глотка. Глеб сын украинца и русской. И право на него предъявляют обе культуры – отцовская и материнская. Но он упорно отказывается проводить границу между ними. Его безупречно русские и украинские языки позволяют раз за разом отказаться от выбора, что позволяет нам прочесть биографию Глеба как историю единства двух противоборствующих начал. Вместе с героем книги мы проходим знаковые события той эпохи. Застой, перестройка, путь, майдан. И чтобы читателю найти ответа, повествование предлагает два временных среза – прошлое и настоящее. И оба этих среза укладываются в диапазон одной жизни – прошлое и настоящее героя-музыканта. Но этот период намного шире, ведь настоящее тянет за собой прошлое. А прошлое колоссально и бесконечно. «Глеб, дитя мое, ты не сотворение для музыки!» «Папа, не пей!» – попросил по-русски Глеб. Отец налил щепу стакана и сказал «Пью! Будь не сотворение для музыки! Пеший с музычного рода юновских!» Заметил лежащий на столе хлебную корку и поднес ее к носу. «Прикро!» «Что такое прыкра?» – спросил Глеб. «Прикро!» – это досадно, – сказала Ирина. «Да, досадно!» – подтвердил Федор. Не проронив больше ни слова, мать взяла сына за руку и вывела из комнаты. На следующий день они пошли записываться в ближайшую музыкальную школу. Там Глеба тоже попросили повторить ритмичную фразу и пропетую мелодию. Волнуюсь, мальчик выполнил задание еще хуже, чем накануне. Но это никого не бескуражило. Неожиданность постерегала Глеба в другом. Его рука оказалась слишком мала для гитарного грифа. Потому в музыкальную школу его предложили принять по классу четырехструнные домры. Статьях, по крайней мере, пор, пока не вырастет его рука. Ирина явно растерянная и спросила, почему речь идет именно о четырехструнной домре. И ответили, что есть, конечно, трехструнная домра. Типично украинской. Гитара в руках Глеба заменили на домру. Является все-таки четырехструнная. Грифт домры пальцы мальчика хватили без напряжения. Ирину также попросили не путать обе домры с точной домрой и даже собирались объяснить разницу между ними. Но этого она не захотела слушать. Хотела было спросить, отчего это нельзя подобрать для Глеба гитару меньших размеров. Спросить. Не обманом лисует ее сыну туда, куда добровольно никто не идет. Но промолчала. Став просто взяла Глеба за руку. Другая его рука все еще держала домру. Ирина показала взглядом, что инструмент можно положить. Но Глеб этого не сделал. Ты хочешь играть на четырехструнной домре? Поинтересовалась она. Хочу, ответил мальчик. Это решило дело, потому что мать старалась ему лишний раз не отказывать. Музыкальную школу его записали по классу домры. Тогда же Глеб пошел и в обычную школу. Он и всегда запонял цвета, запахи и звуки, явленные ему 1 сентября 1971 года. Потому что в тот день его чувства резко обострились. Запах только что поглаженной школьной формы, коричневой с кинжальными стрелками на брюках. Цветы стрелки были тем, что казалось Глебу рождался запах. Очень так же, как запах баллоневой куртки возникал из водонепроницаемых свойств материала. При первом же дожде материал оказался проницаемым, но на память о запахе это никак не повлияло. Это была первая баллоневая куртка Глеба, носившего до того только пальто. Теплый сентябрьский день не требовал куртки, но мальчику очень хотелось прийти именно в ней, хотя мать была против. Спустя годы, рассматривая свою первую школьную фотографию, Глеб Яновский нашел эту куртку на редкость бесформенной. Он так и не смог понять, чем именно изделие тогда ему нравилось. Может быть, оно пьяняло его своим запахом, как хищное растение пьянит насекомых. Как бы то ни было, 1 сентября мать, как всегда, пошла ему навстречу. Помогла надеть куртку и ранец, посоветовала лишь куртку не застегивать. Ранец пах кожей, еще водой и маслом, и ядовитой пластмассой пенала, в котором громыхали ручки и карандаши. При спокойном движении мальчик громыхание было умеренным, но когда он переходил на бег, звук многократно усиливался. Отбивавшийся четкий ритм напоминал оркестровую погремушку мараку. Будучи уже постарше, мальчик задавался вопросом, где учатся игре на мараке, неужели в музыкальной школе есть класс мараки, подобно классу скрипки или фортепиано. И не находил ответы, потому что не было такого класса. Так вот, ранец школы, по желанию отца, Глеб отдали в школу, где обучали на украинском языке. Мать не возражала. Она почти никогда не возражала. Зная ее способность примиряться с обстоятельствами, можно было бы удивиться тому, что ей хватило характера остаться с мужем. Удивительным, однако, было скорее то, что они с ним сошлись. Федор был родом из Камнец-Подольского, Арина из Вологды. Оба в свое время учились в Кийском институте гражданской авиации, и оба попали туда случайно. Вот что говорят о романе читатели. Удивительно легко и быстро прочитал эту книгу. Как всегда, порадовало умение Водолазкина работать со словом. Брисбин – хорошая и правильная книга. Умные высказывания о жизни, смерти, любви и творчестве. Обо всех главных вещах. Водолазкин снова на высоте. Его язык и приятен, и полновесен. То ли природный дар у него, то ли нутрофилолога помогает. Но, скорее всего, дар. Потому что филологов полно, а он такой вот один. Ирина после неудачной попытки поступить в театральный, Федор в консерваторию. Так они получили возможность остаться в большом городе. Гражданская авиация не интересовалась ни в малейшей степени. Это была одна из немногих вещей, которая их объединяла. В остальном же они говорили на разных языках, в прямом и переносном смысле. Считается, что несходство рождает и влечение. И это справедливо. Но только на первых порах. Да, темноволосого южанина Федора притягивала серная красота Ирины. Эта красота была, как туман в кратком утреннем безветрии, как солнца ревны, который соблазительно нарушить. Была тихим прудом, которому хочется, чтобы пошли круги. На Ирину уже производила впечатление неизменная задумчивость Федора, намекавшая на опыт и мудрость. Она с удовольствием слушалась произносимые украинские слова и каждую минуту требовала перевода. Но то, что разогревало чувства в первые годы, течением времени на глазах Ирины обратилось в свою противоположность. Задумчивость Федора стала казаться ею грюмостью. Мудрость являлась не с той чистотой, на которую она рассчитывала, а непоянные слова красивого, но чужого языка начинали вызывать раздражение. Она уже не спрашивала их перевода, дожидаясь, когда Федор догадается сделать это сам. Ирина могла бы заставить его перейти на русский, в ответственных случаях он так и поступал. Но в произношении Федора родной язык оказался ей чудовищным. А в постели, слыша его русские слова, она смеялась под щекотки, отталкивала его и просила говорить только по-украински. А потом она ушла. Уже взрослым Глеб неоднократно слышал об иной причине развода, как об легкомысленном поведении Ирины. В легкомысле матери, что бы под ним не подразумевалось, он, пожалуй, мог бы поверить, но развод с ним не связывал. Причина развода, как оказалось, ему была глубже и в чем-то трагичнее. Произошедшее между родителями, Глеб объяснял, той особой задумчивостью, в которую отец время от времени впадал. Этой задумчивости мать, человек жизнерадостный, стала бояться. В такие минуты Глеб также чувствовал себя неуютно. Отец словно провалился в глубокий колодец и созерцал оттуда звезды, видимые только ему. Даже днем. Такова оптика колодцев. Когда Ирина ушла, всю полноту чувств Федор ощутила скрипка. Обычно он играл наедине с собой. Эту игру Глеб однажды слышал, когда за решение матери осталось ночевать у отца. Рано утром, чтобы не будить мальчика, Федор играл, сокрышись в ванной, включив в тому же воду, чтобы заглушить звуки скрипки. Эти звуки, смешанные с шумом воды, потряцели Глеба до глубины души. В 2003 году он записал несколько композиций, где на фоне шума воды звучит гитара. И это было воспоминанием об игре отца. Когда он их записывал, у него возникла вдруг мысль, что на самом деле воду отец тогда включал, чтобы спокойно повеситься. Когда Глеб закончил записывать композиции с дождем, ему сказали, что на них лежит отблизь отчаяния. Глеб ничего не ответил. Он помнил особое выражение глаз отца, которое только и можно было определить как отчаяние. Что же в действительности тогда происходило? Была ли Ирина мягкомысленной, скорее легко все воспринимающей, отдающей явное впечатление солнечной стороне жизни и не склонной особо вникать в ее теневые стороны? Она часто повторяла, что хотела бы жить в Австралии. Почему-то эта страна казалась воплощением беззаботности. Шутку просила, чтобы нашли и мужа австралийца, с которым они могли бы путешествовать по всему миру. В одном из таких разговоров Глеб впервые услышал слово «Брисбен». Говоря о городе своей мечты, мать называла «Брисбен». Когда ее спросили, почему именно этот город, ответила просто «Красиво звучит». Цель показался смешным всем, кроме Глеба. «Брисбен». Город легко присоединился к Зурбагану, Гильгию и Лису, о которых мальчик читал у Александра Грина. Глеб тогда спросил у матери, возьмет ли она его с собой в Брисбен. «Конечно, возьмет». Мать поцеловала его в лоб. «А как она может его не взять? Берет время, и они будут жить в Брисбене». К году спустя, когда Глеб уже заканчивал школу, Ирина с экономленной деньги хотела купить себе путевку в Австралию. Ее вызвали на парткомнатскую комиссию, которая должна была разрешить ей поездку. Точнее, как выяснилось, не разрешить. Она не была членом партии, так что вопрос, от чего все решалось партийным комитетом, остается открытым. Ей предложили поименно назвать членов полетбюро, поинтересовались, о чем шла речь на последнем съезде Компартии, и попросили перечислить основные преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Она ответила на первое, на второе, даже на третье. Третье представлялось самым сложным, но она справилась и с этим, потому что готовилась тщательнейшим образом. И тогда Арине был задан последний вопрос, неотразимый, как танковый залп. Ее спросили, видела ли она уже все в СССР. На этот вопрос невозможно было ответить утвердительно. Слишком уж велика была страна, в которой довелось родиться. Отрицательный же ответ подразумевал, что матери Глеба следует вложить в поездку в Австралию до полного знакомления с СССР. Так, по крайней мере, казалось членом комиссии. Разрешение ей было отказано. Впрочем, отнеслась Ирина к этому легко. Она почти ко всему так относилась. Может быть, благодаря именно этому качеству вскоре после развода получила комнату в коммуналке. Получила от бюро, которое ее распределили после учебы, как молодой специалист в области гражданской авиации. Так почему же этот роман называется Бризмен? Ведь загадочного Бризмена нет среди путешествия по жизни и времени. Да и существует ли такой город вообще? Может быть, это мираж, мечтание, утопический идеал или музыка сферы? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать, только прочитав книгу, которую найдете в центре чтения Творца книги. А вы читали Водолазкина? Делитесь в комментариях.